Понятно, что Азербайджан будет на таком коридоре настаивать, потому что, во-первых, ему это интересно, а во-вторых, вопрос создания Зангизурского коридора входил в условия перемирия, которые в то время подписывались. Непонятно, почему это Москва настаивает, да? Усками Лаврова. Поддерживает не потому, что очень армян любят, а потому, что он опасается Турецко-Азербайджанского союза. Это две близкие страны, хотя когда-то азербайджанцы руководили Ираном, а Турция Азербайджан захватывала, но сейчас эти страны близкие, они даже считаются родственными. Они проводят согласованную политику, значит, и для Ирана, у которого весь Южный Азербайджан, то есть две трети Азербайджана, находятся на иранской территории, являются иранской территорией, являются частью Ирана, значит, и являются камнем преткновения еще с 40-х годов, когда Сталин, как вы помните, пытался включить Южный Азербайджан в состав Советского Азербайджана, то есть создать большое государство азербайджанское. Значит, все это для Ирана является важным вопросом, да, значит, и Иран пытается по мере возможности защищать свои интересы в Закавказье. Его интерес как раз заключается в том, чтобы Турция и Азербайджан не получили прямой связи с сухопутной. До тех пор, пока нет Зангизурского коридора в Нахичевань, этой прямой связи с сухопутной нету, значит, у Турции с Азербайджаном. Но в свое время эта коммуникация существовала через Иран, через границу Иран-Армения, да? Нет, сейчас существует граница с Иран-Армения, она и так существует, да, и она практически перерезает коммуникации Турции с Азербайджаном. Значит, если будет создан Зангизурский коридор, Турция получит прямой выход в Азербайджан. Значит, если, допустим, там 5-10 лет назад Россия тоже скептически относилась к вопросу объединения Турции и Азербайджана. Ну, не объединения в одном государстве, да, а получения сухопутной связи, потому что Турция проводила по отношению к России, значит, политику, ну не 5, скажем, а 10 лет назад, да? 10 лет назад Турция проводила по отношению к России достаточно враждебную политику, значит, и Россия не желала укрепления ее позиций в Закавказье, значит, то в данный момент у России с Турцией есть достаточно большое количество общих интересов. Не могу сказать, что Россия с Турцией большие друзья, да, это чисто, чисто, это сказать, прагматика, есть общие, есть различия, там, и так далее. Но, по крайней мере, Россия заинтересована в том, чтобы Турция и дальше была в НАТО инфанторибль, да, и чтобы она вроде бы как является американским союзником, но в то же время она проводит политику совсем не такую, как хотели бы Соединенные Штаты на Ближнем Востоке. И, кстати, в отношении украинско-российского конфликта Турция проводит совсем не такую политику, как хотели бы Соединенные Штаты. Вот, поэтому на данный момент, когда у России резко улучшились отношения с Азербайджаном и с Турцией, наоборот, ухудшились с Арменией, для России проблема зонезурского коридора перестала быть такой острой, да, то есть проблема турецкого, кстати, азербайджанского сухопутного коридора ее вполне, кстати, устраивает. Это уже не ее проблема, это проблема Ирана, это проблема Армении, значит, для России на данном вопросе эта тема не настолько актуальна, она не задевает ее жизненные интересы в Закавказье. Поэтому Россия вполне спокойно и лояльно относится к вопросу намерения Азербайджана все-таки продавить зонезурский коридор. А как мы с вами говорили, наверное, еще год назад, Азербайджан, пользуясь возможностью, будет продавливать максимальные уступки со стороны Армении. Он их и продавливает, и любое бы государство так бы поступало, если есть возможность продавить уступки, еще их не продавливать. В армянских СМИ даже обсуждается вопрос о передаче контроля над дорогой в Нахдживан частной компанией. Ну, я не готов с вами обсуждать тонкости, да, пока что нет еще даже стратегического решения. То есть будет кому-то передать контроль. Если даже частная компания, какой страны? В том-то и дело. Я не готов обсуждать все эти проблемы, да, потому что я понимаю, что каждая из сторон в данном случае, да, ищет выгодное ей решение. И я не знаю, кому будет выгодна передача частной компании, как вы говорите, какой страны. Может быть, Армения хочет передать контроль какой-нибудь американской компании для того, чтобы, так сказать, отбить в какой-то степени азербайджанско-турецкое влияние в этом самом коридоре. А может быть, наоборот, это нанесет Армении определенный ущерб. Я не готов сейчас это обсуждать. Потому что для того, чтобы обсуждать тему, надо, во-первых, стратегическое решение, коридор будет, значит, оно должно быть подписано и ратифицировано. Во-вторых, должно быть стратегическое решение о том, что коридор будет отслуживаться частной компанией. В-третьих, тогда можно обсуждать конкретные компании, которые на это претендуют, и тогда рассматривать, какая компания, кому выгодна, тому-то. Говорить абстрактно, что будет, если будет частная компания. Да все может быть, если будет частная компания. Это может быть выгодно одним, может быть выгодно другим, может быть выгодно вообще никому, но выгодно частной компании. Росислав, сегодня поступила информация, что Армения примет участие в саммите БРИКС. Туда идут и Турция, и Азербайджан. А что вдруг? Что это? Ну, Турция, как вы знаете, много лет пыталась вступить в Европейский Союз. И много лет она туда не попадала. Турция, страна динамично развивающаяся, ей нужны рынки. Она, в общем-то, достаточно активно работала на российских рынках. И, кстати, одним из способов воздействия на турецкую политику со стороны России было закрытие рынков в тех случаях, когда возникали какие-то недопонимания со стороны Турции. В рамках БРИКС перед Турцией открываются более широкие рынки, рынки всей Евразии. Более того, в рамках БРИКС Турция может претендовать на большее внимание турецким предложениям по регионам, то есть по пролеганию вариантов нового великого шелкового пути. Как вы помните, Китай там создает чуть ли не 12 разных вариантов, то есть альтернативно конкурирующих между собой через Северный морской путь, через Казахстан, Россию, там несколько штук, через Монголию, Россию, по морю, по суше, в том числе и через Турцию и Иран, значит, если получится. Кстати, один из них рассматривает возможность через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Турцию и дальше. И, кстати, в данном случае Кразангизурский коридор может в это дело вписываться. Поэтому Турция просто заинтересована экономически в сотрудничестве со странами БРИКС, со странами Шанхайской организации сотрудничества. Значит, развивать это направление с другой стороны, у Турции пока что нет альтернативной системы безопасности, кроме НАТО. Турция не собирается НАТО покидать, хотя Турция не полностью разделяет цели, методы НАТОвской деятельности. Турция достаточно выдержана, поддерживает практически полный нейтралитет в российско-украинском кризисе. То есть она торгует и с одними, и с другими, и пытается выгоду извлечь и с торговли с Россией, и с торговли с Украиной. В том числе и с поставок Украине чувствительных материалов вооружения, беспилотников и так далее. Значит, поэтому вполне, так сказать, вполне прагматичное решение, да, попытаться вступить в БРИКС, тем более, что БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, то есть все эти самые российско-китайские проекты, они в первую очередь ориентированы на создание большой Евразии. То есть, ну, членами БРИКС являются и другие страны, это вообще, это даже не организация пока что БРИКС, да. БРИКС это объединение государств, которые считают, что у них есть общий экономический интерес и цель. Все же, Ростислав, последнее, пожалуйста, скажите, это не российская инициатива пригласить Турцию, Азербайджан, Армению в БРИКС? Нет, Турция сама изъявляла желание, причем давно изъявляла желание. Она вначале говорила, что она будет рассматривать вопрос вступления в БРИКС, а сейчас она задержалась, что она собирается подать заявку о вступлении в БРИКС. Это, естественно, турецкая инициатива. Как может Россия заставить Турцию... Ну, Россия председателем считается сейчас БРИКС, да? Нет, ну, послушайте, я еще раз проявлю. Россия, естественно, будет во время своего председательства благожелательно рассматривать заявку Турции и лоббировать ее интерес. Но, самое, приглашать Турцию в БРИКС вступить, ну, вы слышали официальное предложение со стороны России вступить в БРИКС. То есть Россия, Китай, все остальные, БРИКС открыт к вступлению, не только Турции, всех государств. Турция решила подать заявку, это ее собственное решение. Ее никто там не приглашал, но никто и не отвергал, и не будет отвергать. Потому что, опять-таки, БРИКС точно декларировал, что он собирается распространяться, расширяться. И что главная на данный момент цель всего этого расширения российско-китайских проектов, это создание в экономическом плане большой Евразии. И Турция в это вполне вписывается, Турция в БРИКС. И поэтому, естественно, Турцию в БРИКС будут приветствовать. А Армению в БРИКС, там, и Азербайджан в БРИКС, приветствовали бы уже давно. Потому что для России это является постсоветским пространством, которое Россия рассматривает как исключительную сферу своих экономических интересов. И для нее вступление что в таможенный союз, что в Евразийский союз, что в БРИКС, что в другие интеграционные организации, в которых Россия принимает участие, это нормальное явление, если страны этого региона вступают в эти организации.